16+. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Все больше задач, все больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь с нами. Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. 13.07 в нашем городе. Добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии координатора сообщества «Красивый Киров» Анатолия Курбатова. Анатолий, добрый день. Добрый день. Напоминаю, что слушатели тоже участвовать могут в нашей беседе. Именно задавать вопросы с помощью специальной формы на сайте эхокирова.ру. Там же вы позже можете посмотреть, послушать и почитать особое мнение. Да-да. Аудио, видеовариант и расшифровка. Все присутствует на сайте эхокирова.ру. Хочу начать с новости, которая сегодня фигурирует на информационных лентах. Я, безусловно, подозреваю, что ты уже, наверное, ее видел и читал. Речь идет о том, что глава администрации Кировской Илья Шульгин подписал постановление, согласно которому объединяются у нас две структуры. Дирекция дорожного хозяйства и дирекция зеленого хозяйства. Вот что будет входить в полномочия новой структуры под названием управление дорожной и парковой инфраструктуры. Это развитие, сохранность автомобильных дорог, организация мероприятий по охране окружающей среды, озеленение, благоустройство, места массового отдыха, а также отлов и погребение безнадзорных животных. Не кажется ли тебе, что это огромные полномочия у новой структуры? Я думаю, просто это оптимизация, чтобы в ДЗХ, ДДХ и в других организациях не было. Микрофон немножко поднять на тебя? Да, это обычная оптимизация, чтобы в различных структурах не было добружающих функций бухгалтера, какие-то делопроизводители и прочее. Просто объединение. Ну и плюс, я думаю, при этой реорганизации будет, может, и качественно изменен состав исполнителя. Потому что что ДДХ, что ДЗХ, наверное, довольно не очень хорошо работают в Кирове, во всяком случае. Вот как раз-таки да, стоит вопрос, а не сильно ли будет раздут штат новой структуры, а не будут ли набирать еще новых и так далее, которые непонятно за что будут отвечать и так далее? Мне кажется, что количество исполнителей останется прежним, а вот как раз руководствующий состав, он должен быть сокращен. Потому что раз объединяется это и бухгалтерия, и дело производителей, и прочие какие-то юристы, я думаю, их просто количество уменьшится. Хорошо, тогда твое мнение о работе вот каждой по отдельности этих организаций, директора дорожного хозяйства. Есть претензии? Или похвалить, может быть? Мы же ходим по нашим улицам, едем по нашим дорогам, и хвалить-то, я думаю, что не за что. Возможно, там у них подход немножко устарел, да, засиделись они там, но та формальность, та имитация деятельности, которой они занимались в ближайшее прошедшее время, для меня лично как жить до города не устраивал. А в Дезахрану... Лимитация деятельности это что? Ну... Какие примеры? Давайте возьмем там прошлый год, когда у нас сначала делали дороги, а потом делали колодцы отдельным контрактом, да, или как сейчас вот подход к контролю, да, того, что сделано, качество тротуаров, да, у нас нет безбрежности. То есть вот те вещи, которые уже в других городах России качественно делают, у нас почему-то до сих пор при прежнем руководстве как бы не получались. О чем это говорит? Потому что не хотят, не знают, не умеют, по новым цивилизованным правилам работают. Может, не хватает компетенции, но я думаю, что раз они так делали, делают потому что это устраивало большинство жителей города. Раз это не было озвучено в качестве проблемы, вот сейчас по дорогам последние 2-3 года начался шум, как бы начали делать дороги. Федеральные деньги, да, в этом участвуют. Ну, как это делается, меня, конечно, как жители не устраивают. Ну, что, можешь разучить конкретные претензии, которые видел на днях сегодня, вчера. Возьмем улицу Казанская, вчера про которую я проехался, новый асфальт, тут же вскрывают, делают колодцы, и в итоге новая дорога выглядит как каталоскутное одеяло, но не первой свежевости. То есть, почему-то, когда приезжаешь в Казань, там это все единым полотном. Почему у нас технологии там опаздывают на сколько-то там десятков лет по сравнению с средиными регионами, непонятно. Это не технологии, тут просто согласовать нужны эти работы. Нет, это один и тот же подрядчик делает. Просто они сначала выгоняют полотно, а потом, как бы, делают в нем дырки, как бы, и это все, во-первых, неэстетично, это все неровно, и понятно, что все эти дополнительные швы, они по весне как бы намокнутся. Ну да, те реакции монолитности, все это потом разрушат. Да, это один. Они положили сначала асфальтовое полотно, спустя две недели построили бордюры, сейчас между асфальтом и бордюром, как бы, там 15-10 сантиметров этого грязи. Понятно, что они тоже, как бы, заделываются временем, но это, опять же, по весне все это придет в упадок. Как улица Коня, вот сегодня буквально с утра про ней прошелся, там полторы недели назад поменяли асфальт, как был грязь, вот все это прочее выброшено на тротуары, на газоны и на основочные павильоны, так спустя 10 дней все лежит, никто за собой не прибрал. То есть абсолютно низкая культура, как бы, рядовых исполнителей. И их ДДХ должен был контролировать, но мы видим, что, видимо, не контролируют никак. Мы как-то общественность неравнодушные граждане. У нас же есть в общественной палате... Региональная группа общественного контроля, да, имеем в виду? Видимо, они тоже не дорабатывают, так что передаем им привет. Обратите внимание, уважаемые общественники, да, наши спикеры уважаемые, постоянно, да. А дирекция зеленого хозяйства, вот я, честно говоря, вообще ничего не знаю об ее работе. Ну, если ДДХ хоть как-то работала, да, там... Тоже аналогичная история? С ошибками, там, с прочими, да, ну, там тоже понятно, что у них там объем финансирования не тот, который им был нужен, то ДДХ это... Я не говорю сейчас, который сейчас руководство, прямо сейчас, да, там какой-то Ашихмин возглавил, да, со Стулова. Говорят, молодой активный человек, довольно положительные у него там отзывы о нем. Но предыдущие, вот, которые там последние там 5-6 лет, это были люди, которых, я не знаю, надо было выгонять давно уже. То есть мы видим, что у нас деревья рубятся, ничего нового не садится, газоны из себя представляют какие-то там грязные выжженные поля, но только... После того, как их покосят, да. Саша, как-то выжигается это все солнцем, лето в этом году теплое, это как-то особо заметно, и трава, когда по поясу, это плохо, и когда покосили, тоже это все как пустыня начинает выглядеть. Потому что это все бесхозно. Бесхозно. Да. То есть какой-то разовый подход. Все деревья, которые новые сажались за последние 5-6 лет, я думаю, процентов 5-6 все-таки выросло в итоге. Всего лишь 5-6 процентов? Да, я думаю, уже меньше, потому что мы едем по городу и видим вот эти вички, пустые проплешины, то есть где-то садили, но их за ними никто не ухаживает после посадки. Ну, я помню, в частности, выводы природоохранной прокуратуры, которые озвучивались, по-моему, либо весной этого года, либо в конце прошлого года, в частности, там говорилось о том, что мы высаживаем в областном центре деревьев гораздо меньше, нежели убираем. Ну, это все как раз относится... И убираем зачастую, оставляя пеньки. Да. В город пеньков, где бабушек превращаемся. В этом году у нас там привезли 250 саранцев, которые в итоге оказались все мертвы. И если бы там какая-то... На бюджетные деньги, разумеется. Да, если бы не подняла шум, то, скорее всего, как и в предыдущие годы, все бы прошло бы как будто так и есть, как будто так и надо. Интересно, кто сейчас будет возглавлять новую структуру, вот это управление дорожной и парковой инфраструктуры. Директор зеленого хозяйства, директор дорожного хозяйства. Кто главнее? Кого бы ты порекомендовал? Я думаю, что там будет товарищ, который сейчас в Украине ДДХ. Я так понимаю, что он из команды главы администрации. Пока кадровым решением главы администрации у меня вопросов нет. Они, по-моему, все правильные. А ты задумывался, а вот если бы не было федеральных денег этой программы безопасной и качественной дороги, что бы вообще было с этими структурами? Видели бы мы их работу вообще? Я думаю, что регион стал бы больше выделять денег, потому что то, что происходило на улице города, это уже было совсем никуда. И все же началось с митинга «Делай дороги». Ну, с акцией, да, «Делай дороги». За вашей спиной это было два года назад. В апреле. В апреле. Да, в апреле, мае месяце. С него все началось. Сразу носились федеральные деньги. Это очевидно, что власть очень отзывчива и очень прислушивается к мнению. Если вы озвучиваете проблемы, тем более так громко, как да, то сразу появляются какие-то программы федеральные и прочие вещи. Власть начинает суетиться. Ай, надо что-то искать, надо куда-то участвовать и попадать. Виталию Брома, кстати, привет, да, в частности. За Делай дороги, да. Анатолий Курбатов, координатор сообщества «Красивый Киров». Сегодня в особом мнении. У нас подошло время небольшой паузы. Мы продолжим через полминуты. Особое мнение на 101FM. Продолжаем нашу беседу с Анатолием Курбатовым, координатором сообщества «Красивый Киров». В последнее время новостей очень много поднакопилось, посвященных и связанных с планами по преображению, по изменению облика областного центра. Это и убрать провода под землю, и реконструировать, в частности, центральный рынок и так далее. Обо всем мы сегодня с Анатолием поговорим. Но в первую очередь хотелось бы, чтобы ты прокомментировал сказанные недавно губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Прям вот мечтает он о том, чтобы все жители России хотели приехать в наш город. И хотели бы не просто так, а потому что здесь хорошо лечиться, хорошо учиться, потому что здесь есть хорошая достойная работа. Это нечто сказочное такое, призрачное. Это замечательная мечта. Улыбнулся так, и нам дал повод улыбнуться над нашим будущим. Игорь Васильев, или все-таки есть что-то такое? Это замечательная мечта. Я думаю, первым этапом к исполнению этой мечты должно быть реализация того, чтобы люди не хотели уезжать из этого города. У нас, к сожалению, сейчас все лучшие люди, города, они просто сваливают. Кто-то потихонечку, кто-то по-громку, но сваливают абсолютно большинство. Я думаю, у каждого из нас есть знакомые, которые приняли решение. Я думаю, что... Он что, кордоны поставит? Нет. Обнести забором Кировскую область? Ну, это точно. Там же было в этой цитате еще про ремонт цирка и про концертный зал. Да-да-да, 650-летие города, да. Если это как частный институт губернатора, это отлично, но все-таки губернатор должен заниматься системной работой. Он не должен ползать по дворам, контролировать дворника. Он должен выстроить систему, чтобы она сама себя контролировала. Он должен заниматься привлечением института в регион. В принципе, он этим всем и занимается, и вот довольно очень неплохо, даже хорошо. А вот какие-то такие вещи, ну, они достигаются не концертными залами, а это достигается, наверное, хотя бы нормальными татуарами, хорошим общественным транспортом, да, отсутствием грязи на улицах. Тогда люди перестанут уезжать. То есть в самой налаженной безбарьерной среде. Да, то есть надо начать с малого. И потом, ну, если это как мечта заявлена, которой надо прийти, то это да, это хорошо. Если это первый пункт выполнения задачи, то это, наверное, ничего не получится. Ну, меня вот беспокоит лично вот эта как раз дата, да, которую мы ставим в 650-летие. Отмечать мы будем в 2024 году. А если ничего особого не случится к этому? Я думаю, случится, потому что на совещаниях, на которых я присутствовал, Шульгин... Администрации? Да. Прямо делал ставку на это, да. У нас, не знаю, к сожалению, легчаясь, но, по-моему, все-таки, к сожалению, в России принято что-то делать там ко дню города какой-то дате, да. Не принято делать для жителей, да, чтобы там им было удобно. А там, ну, к одню городу надо там сделать площадь, да. Или к выборам, что-то там отремонтировать. Да, или к определенным каким-то вещам. Подход несовершенно правильный, нехороший, но вот эта как бы дата, как юбилей города, он может стать тем толчком, который в итоге вернет вот наш довольно депрессивный регион в какое-то стабильное русло, да, в русло развития. Потому что вот у нас, опять же, возьмем пример Казань. Там все началось с тысячелетия Казани. С тысячелетия. Они придумали этот повод, нашли нужные монетки в нужном слое, да. И до сих пор они на этой волне. Все, потом пошла универсия, да, потом чемпионат мира по футболу, потом куча-куча-куча мероприятий. И сейчас, 10 лет назад Казань была Кирова. Сейчас она стала как бы хорошими... Ну, не сказал бы, да. Ну, 12 лет назад она была реальностью. Первый раз в Казани я, кстати, побывал лет 10 назад, лет 12 как раз примерно. Так, чтобы прогуляться, пройтись. У не седьмого года пошло развитие, и сейчас мы видим, что все прекрасно. Так что надо ставить максимальную цель и идти к ним. Ну, помнишь, нам говорили о том, что какие-то безумные деньги будут выделяться к 60-летию города, а потом проходила информация, что нет, поменьше, поменьше, поменьше. Буквально три недели, четыре назад на совещании я слышал цифру, озвученную Илью Вячеславовичем, что они планируют привлечь 100 миллиардов рублей. Сколько? 100 миллиардов. 100 миллиардов? Да. Из них 50 миллиардов. 10 городских бюджетов получается примерно? Да, из них 50 миллиардов это будет по ФЦП, федеральная целью программы, комфортная городская среда, безопасные качественные дороги, еще какие-то их в России, по-моему, 11-12 сейчас программ, мы только в двух участвуем. А 50 миллиардов это будет на какие-то уже конкретные проекты. Ну, там, реализация какого-нибудь парка, или обездной дороги, или водовода. Это в том числе частные деньги? Нет, это федеральные деньги, которые будут именно к юбилею города. То есть цель у человека простая, чтобы 30 мая 2024 года 90% татуаров в Кирове были в нормативном состоянии, 90% дорог, чтобы были хорошие парки, ну, то есть, чтобы город стал как городом, а не тем, чем является сейчас. Ну, с другой стороны, вполне себе, да, конкретная цель, есть дата, да, есть понимание, как к ней двигаться, привлекать федеральные деньги. Хорошо. А слова губернатора о том, что наш город в своем развитии должен ориентироваться на Москву и Казань? Ну, на Казань, да. Москва все-таки город федерального значения, и там совсем другая бюджетная система, да, и налоговая, и на нее ориентироваться довольно трудно. А на Казань почему бы нет? Ну, у них такие же налоги, ну, население очень побольше, площадь поменьше. Но, в принципе, то, как они работают с федеральными по бюджетам, да, это надо брать пример. У них люди сидят в Москве, в правительстве, и узнают там в каких-то программах раньше, чем они там озвучиваются. И они уже, когда озвучатся, они уже к ним готовы, да. Мы видим делегации из Татарии, которые там на различных конкурсах участвуют, которые забирают все призы, ну, соответственно, и деньги по итогам, как бы, этих конкурсов. Они готовятся. Они нашли вот эту жилку, что они научились работать с федеральными деньгами, и это очень эффективно используют. И вот я полторы недели назад был в Вилабовге на конференции по туризму, им даже мало в это стало сейчас этих федеральных денег. Они пошли на международные гранты, то есть они сейчас в ЮНСКО пытаются признать там Сабантуи как нематериальная ценность человечества. То есть приличные. Они привлекают деньги. Не только сами зарабатывают, но и привлекают. Это прекрасная история, на которую надо равняться. А брать, перенимать опыт, почему бы, кстати, группе городских чиновников не сделать серию выездов в ту же самую Казань? Илья Вячеславович мог бы найти какие-то пути, ведь он работал там. Тут тоже прекрасный пример. Они и мы вместе хотим и организуем форум урбанистический, на который привезем, наверное, лучших спикеров из возможных на данный момент. Мы, между прочим, состав спикеров выбирали в апреле-майе месяце, а если смотреть на Московский урбанистический форум, который был в июле, те спикеры, которых мы выбрали и договорились еще до этого, они были все представлены на Московском урбан-форуме. То есть качество проработки в этом вопросе очень хорошее. То есть по уровню спикеров, как раз-таки выступающих, наш урбанистический форум первый, который запланирован на октябрь этого года, но обещает быть на высоком уровне. Хорошо. О центральном рынке хотелось бы тоже поговорить. Здесь уже много лет многие высказываются за то, что этот объект пора менять. Вот и свое слово Илья Шульгин сказал, который, напоминаем, в конце прошлого года высказался за неприватизацию этого объекта. Хотели продавать, но вот не продали. Реконструкция, по словам Шульгина, позволит это место привести в соответствии с современными нормами, как архитектурными, эстетическими и так далее. Ну и заключил он свою речь словами «это позорная история сейчас». Позорная? Полностью согласен с Сергеем Вячеславовичем. Наш центральный рынок – абсолютно типовый проект. Таких рынков по всей России в огромном количестве. И он там, по-моему, приводил пример какой-то Уфу. Гостиный двор Уфы, он сказал. Я там не был, но есть я уверен, что такие же пораизации проекта. Усучевский рынок в Москве и некоторые другие, которые прямо в здании нашего рынка, там второй этаж под фудкорты отданы, террасы сделаны. То есть это что-то такое, какая-то европейская ярмарка санкциональная. То есть это очень приятно. Плюс фермеры местные представлены, плюс какие-то производители. То есть там этот центр притяжения всего района в Москве, в самом случае. И по деньгам там я не думаю, что сильно дороже, чем сделать и все делать, чем сейчас идут на текущие расходы цирального рынка. Просто деньги тратятся правильно. Закупается не сайдинг там и металлопрофиль, которым там у нас обвешен, да, и непонятные стеклопакеты, а дерево какое-то там где-то штукатурица, где-то просто красится, да, и... Единая концепция нужна при этом. И тут не надо ничего на самом деле выдумывать, придумывать там и сочинять. Надо просто приехать, посмотреть, как у других это реализовано, попросить проект. Зачем нам тратиться... У нас еще, если даже видим по качеству наших проектов, что у нас не очень сильная, как бы, вот, команда проектировщиков, да, в Кировской области. Может, есть какие-то отдельные личности, которые... Ну, я даже знаю, что они есть, но общий уровень, как бы, довольно слабый. Поэтому не надо стесняться набрать готовые проекты из других регионов. Ну, бесплатно-то их, интересно, можно получить? Да, почему бы и нет. Нет, ну, посмотрел, я думаю, что уровня просто перерисовать и переделать, как бы, тут много не надо компетенции. Ну, ты уверен в том, что вот сейчас слова городских властей о том, что рынок будет реконструирован, они избудутся? Потому что мы об этом слышим. Я уверен, пока все, что случится, ну, в администрации реализуется все прям очень хорошо. Мы обсуждали эту тему, в том числе и в нашем эфире со слушателями. Они, например, в частности, высказываются за то, что территорию центрального рынка неплохо бы... отдать, застроить чем-то развлекательным, большим, чтобы там кинозалы были в том числе, потому что с кинозалами беда в том районе улицы, милицейской свободы. Я, наверное, не соглашусь, потому что у нас торговых центров с кинозалами уже достаточно. А рынок, это все-таки открыто пространство, то, что сейчас они себя представляют. Я думаю, что там можно сделать что-то в разы лучше, чем простой обычный ТРЦ, которых очень много. И если мы смотреть на эти же, опять, европейские города или на большие города России, ТРЦ обычно выносится за... они не строятся внутри кварталов, потому что тут нужен автомобильный трафик, чтобы приезжали все прочее. Когда внутри квартала, это должно быть что-то местное, хорошее, продуманное. Проекты, опять же, я говорю, можно взять в московских рынках. Если в Уфа, как Шургин говорит, наверное, и там хороший проект. Я думаю, что не надо придумать что-то какое-то грандиозное, обезличенное ТРЦ очередное. Форма собственности? Муниципалитет должен этим всем заправлять? Мы видим на примере Куприта, который они продали за какие-то 20 тысяч, 20 миллионов хотели продать, да, Куприт. Он сейчас, я так понимаю, получит подряд на полтора миллиарда в год. Ну, как региональный единый оператор. И это будет бюджет, то есть это абсолютно верное решение. Я уверен, что все эти заявления Шургин делаются не просто так, они абсолютно продуманы, и они направлены на то, чтобы в итоге наполнить бюджет города Кирова, который очень-очень маленький. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете тоже вопросы задавать, гостя особого мнения. Сегодня мы беседуем с Анатолием Курбатовым, координатором сообщества Красивый Киров. Красивый Киров — это движение. Ну, в первую очередь, вы можете его наблюдать, чем оно занимается в интернете. Соответствующая группа в соцсетях, я поясняю, да. Ну и регулярно Анатолий бывает в наших эфирах. Спасибо. И, ну, можно я озвучу этот вопрос, который уже висит давно? Почему Анатолий ходит в шортах на совещание в администрацию? Человек не подписался, но, видимо, знаком с ситуацией. Я бы ответил, жарко. Почему я не имею права ходить? Я бы только летом получал неоднократные замечания. Ну, не знаю. Я все-таки за удобство. Если бы я работал чиновником, я бы, конечно, ходил по форме одежды, которая положена в данное заведение. А есть желание работать чиновником? К сожалению, нет. Нет, просто нет. Ну, во-первых, не предлагали. А во-вторых, смотря какая должность, смотря под чьим руководством, и много-много этого. То есть этот вопрос, который не стоит рассматривать, пока нет предложения. А в шортах потому что удобно. Конечно, удобно. Вот так ответил Анатолий, да. А как тебе эта дискуссия, по-моему, которая поднимается каждое лето, можно ли, дозволительно ли в центре нашего города ходить, например, топли с мужчинам в сланцах пляжных? Некоторые там ведь с пеной у рта доказывают, нет, надо блюсти, некий личный дресс-код. Я думаю, что те, кто с пеной у рта доказывают, им надо заняться собой и не указывать другим людям, как им удобно ходить. Если он не ходит там голышом и не трясет гениталиями, да, ну, почему бы нет? Если он по-петам, и от него там дурно не пахнет. Надо быть как бы терпимым, надо быть уважительным друг к другу, да, уважать. Тебе может, если удобно, там ходить в одном, кому-то угодно в другом, да. То есть я думаю, что... Не те времена, чтобы... Да? Ну, я пытаюсь продолжить мысль. Возможно, не те времена, когда стоит регламентировать жестко эти вещи. Конечно. Да. У нас, на первом, должна быть там свобода личности, какие-то такие вещи, а не когда там... Давайте все будем ходить там в гимнастерках одинаковых. Нет, я думаю, что это не то, что надо. Сейчас у нас будет небольшая реклама, на нее потратим буквально полторы минуты, и после чего у нас еще будет 15 минут особого мнения. Анатолий Курбатов, координатор сообщества «Красивый Киров». Напоминаю, скоро вернемся. Продолжаем говорить с Анатолием Курбатовым о внешнем облике нашего города. Еще одна идея, прозвучавшая на днях. Давайте уберем провода под землю. Да? Замечательная идея. Замечательная идея, совершенно не новая. Я знаю у тебя в Фейсбуке, пример набережных Челнов, да? Да, я... Город так себе, а вот проводов нету, да? Был там проезд. Честно, я вышел из машины купить мороженое, ехал в Илабугу и поднимаю голову, понимаю, что что-то не так. Вроде бы... Ничто не отбрасывает тень. Небо чисто, облака, ничего их не... То есть не находишься как в какой-то решетке. Да, это замечательное чувство, жить в городе без проводов. Я только за... Сколько это стоит, честно говоря, это вопрос десятый, я думаю, что... Ну, 400 миллионов, вот озвучил. Если 400 миллионов, это не только какой-то... Это на первом этапе, да. Если это общая сумма, то я думаю, что их надо без разумия тратить. Это то, к чему надо стремиться, конечно. Чтобы не жить в клетке. Ну, опять же, у нас тут, видимо, маячит эта дата, это 650-летие нашего города, и к ней, вот по словам Ильи Шульгина... Но если это было сделано на федеральные деньги, это вообще прекрасно. Все-таки частично, или центр города. То есть на федеральные деньги тоже можно найти какие-то пути, все убирать. Ну, нет, особенно там юго-западный район, какие-то другие новые микрорайоны, их проще убрать провода, потому что там все-таки более широкие красные линии. То есть там это все проще спрятать, чем в центре города. Я боюсь, что опять много чего придется ломать. Рыть эти траншеи. Не, ну, дороги же делают... Или в комплексе все-таки над этим все это предусматривать. Ага. От слушателей у нас вопрос поступил. Почему власть не обращает внимания на остановку общественного транспорта, видимо, у областной больницы? Мы сейчас делаем рейд по остановкам, и я могу... Все разбито, а пока не вижу никаких позитивных изменений в центре. Мы сейчас как раз проводим рейд по остановкам в Кирове. Все остановки... Цель рейда? Ну, как и предыдущие два рейда, мы... Описать просто, в каком они, да? Да, нормативное состояние. Все замерить и дать предложение администрации, как их правильно исправить. Последние после тех рейдов были качественные изменения, да. Я, по-моему, уже говорил, что если раньше мы на остановке тратили город 49 тысяч на установку павильона, то сейчас павильон ставится не на деньги города и содержится не на деньги города. То есть это хороший позитивный пример. Ну, мы эти все вещи озвучили. Так что не только основка областной больницы в ужасном состоянии, по предварительным, как вот, которые... У меня там фотографии есть, и по таблице, которая все заносится, ну, в нормативном состоянии, короче, у нас опять получается где-то основок 5 или 6 в Лежгороде. Это какой процент? В удовлетворительном состоянии. Это ЦУМ, это там ЖД вокзал. Ну, это прекрасные примеры, когда участники, да, предприниматели участвовали, собственно. Около 150 павильонов находятся в удовлетворительном состоянии, и остальные 450, они ужасны. Ну, соцсети, группы всевозможные, да, сообщества, они полны. Нет, на это же внимание обратили. Тут же и автобусы закупали новые, закупают. О, сейчас об этом тоже поговорим. И к ним остановки будут делать. То есть это та вещь, на которую администрация обратила внимание. Автобусы вместе с остановками закупают? Нет, они будут под них их поремонтировать, поднимать. То есть те вещи, которые надо было делать давно, и то, что это сейчас делается, это очень хорошо. Так, еще раз. Надо немножко потерпеть. Еще раз, да, надо еще немножко потерпеть. А, в принципе, ведь каждый гражданин может, да, какой-то подать сигнал о том, что... Ну, через красивый Киров очень много и реагируют, да, очень хорошо реагируют. У нас примерно, получается, 60% решенных проблем от заявления. То есть у нас мало делается там тротуар или прочее, на которые на очень большие бюджетные деньги. А те вещи, где там убрать незаконную рекламу, или отремонтировать павильон, или там столб, который там накренился, или варенье дерево брать, реагируют всегда 100% и очень быстро. Хорошо, про автобусы, раз уж мы упомянули, давайте тоже о них поговорим. Как известно, прошла серия встреч руководства города и области с представителями Минского автобусного завода. Речь идет о том, чтобы у нас ставилась большая партия закупленная, да, автобусов минских. В Лизинг речь идет об этом. И вот анонсировано приобретение порядка 100 новых автобусов до конца этого года. Вообще, вот эта новость, ну, как-то очень активно они поступают в последнее время, касающиеся общественного транспорта. Да, я имею в виду эти заявления по АТП, 400 миллионов убытка и так далее. Не работающие автобусы, вернее, не работающие, не работающие подъемники, да, для людей с ограниченными возможностями. Заявление руководства, нового руководства АТП, что мы за свой счет закупим вот эти автобусы с подъемными механизмами, и бац, вот тут новая большая партия. В общем, что происходит, я пока не могу разобраться. С одной стороны, долги, с другой стороны, мы закупаем. Я думаю, что происходит то, что люди, принимающие решения, поняли какая-то черная дыра, и, в принципе, АТП должен быть самым социальным предприятием в Кирове, да. Это те люди, которые перевозят там 8% населения города Кирова. При этом они делали это некачественно. по управлению, по деньгам, которые утекали, там, я думаю, компетентные органы в итоге разберутся. То, что надо обратить внимание, то, что решается, и вот так хорошо, я думаю, что это опять один из плюсиков новой администрации. Ну, в целом там речь шла о том, что нам 150 нужно на первых порах, да, новых автобусах, вот пока речь идет о досочном. Если мы хотим что-то, что поработало и приносило прибыль, надо изначально в это вложиться. Без вложений прибыли никогда не будет. Ну, и надо полагать, что недалече вопроса... Новые мазы, да, это лучше, чем новые пазы. Не специалист. Ну, нет, безусловно, удобнее и лучше выглядеть, конечно. Ну, пазики, пазики, это тот транспорт, на котором надо переводить людей в последний путь, или развозить людей на картошку в полях. Но это не транспорт для города. Потому что, чтобы подняться село, надо в узкие двери зайти и подняться по трем ступенькам. Вы можете себе позволить, я себе могу позволить. А, допустим, бабушки, мамы с колясками или с детьми самолетними, им это постоянно получается хлопать. То есть это тот транспорт, который не должен быть в городе. И это очень хорошо, что его меняют на современный. А МАЗ там или какой-то другой производитель, это дело тех, кто предоставит лучшие условия. Виталий Брам, кстати, не так давно тоже, комментируя эту тему, говорил, что, наверное, может быть, лучше стоит поискать автобусы российского производства, а не подешевшие. У нас же общее государство, если верить. Таможенный союз, ну да, Россия, Белоруссия, Казахстан. Хорошо, ждем появления новых автобусов. Надеемся, что все там будет работать исправно. Еще одна тема, я имею в виду постановка под видеонаблюдение мест, где стихийно возникают свалки мусора. Вот подрядчик под названием КДУ-3 в понедельник отчитался главе администрации Илье Шульгину о том, что не указывается конкретное место, о том, что видеокамера уже поставлена. Они будут перемещаться с места на место. Суть в чем? Суть в том, чтобы зафиксировать, например, если мусор приводится на машине, то пробить номера, что называется, и затем выписывать штрафы на физическое лицо. У нас, согласно правилам внешнего благоустройства, до 5000 рублей, на юридическое там до 200. Если действительно пойдут штрафы, если действительно это насчет работы, то это выйдет очень хорошо. Это выйдет опять очередная замечательная история, потому что одними уговорами, одними примерами пролему не решить. Нужно наказывать, нужно, чтобы люди не имели только не только права. У меня были обязанности. Нельзя мусорить. Просто мусорил штрафы. Мы, опять же, все, когда ездим в Европу, видим, как там чисто. И если брать историю, там это все регулируется драконовскими, просто какими-то нереальными штрафами. Причем тоже это все в автоматическом режиме фиксируется? Зачем, да, на это тратить людей, если это можно сделать техникой? Просто прочитав эту новость, я сразу же подумал, там вполне может быть очевидная история, когда, ну, знаешь, вот парковка на газонах, там или нарушение правил дорожного движения на обычных дорогах, когда фиксируются камеры видеонаблюдения. За рулем был не я. Кто выбрасывал? Не знаю, кто выбрасывал. И все там. Ответная претензия. Если дойдет до реальных наказаний, да, и люди поймут, что как бы это наказываться, никто не будет, ну, не то, но большинство перестанут мусорить. Даже без всяких камер. То есть, когда появится ответственность за это, да, ну, люди ведь не дураки. Штраф за выброшенный из окна автомобиля мусор надо выводить? Несколько лет уже обсуждается. Я бы вел. Я вот был один раз за Уралом, летали мы там на самолете, нам показывали, ну, это было там... А где именно? Это был Южный Урал, Пермский район. Ну, перед Урале, перед Урале. Пермский край. Да. И там вот полетали, нам показали, ну, это была экологическая как бы поездка. Большинство пожаров у них в регионе, там даже видно, и дорога, и от нее расходится как воронкой. То есть, кто-то выкинул бычок или просто что-то, и от дороги ветром все разнесло, и сгорают целые леса. То есть, да, в том числе, ну, как это штрафовать, как это делается, я не... Тут надо смотреть. Начинать надо с малого, да. Начинать уже с ассоциативных вещей, где люди кидают, да. Придутся штрафы, они, наверное, подумают, и не будут бросать в других местах. Пять минут, четыре даже у нас остается. Не могу не спросить про то, как развивается проект «Больше, чем парк». Я имею в виду парк у Дворца пионеров. Сил, внимания, времени потрачено уже много. Текущая, собственно, работа. Что сейчас там происходит? Текущая работа, она... Идет. Идет. Асфальтируется. Тротуары вокруг, да? Да, но это не совсем имеет отношение. Ну, в том числе и нет, потому что это наша активность, что мы ее вынесли в список и потом активно провели на голосование, да. Сейчас контролируем ход выполнения работ. Там, как и все, что делается в России, это все делается медленно. То есть, для примера, ту площадку, которую ребята сделали, варкат-площадка вот в этом году, она была сделана уже в рамках концепции, которая принята, да, с парком. Она сделана на том месте, где она должна быть. Там больше двух месяцев шли бумажные вопросы с разрешением, со всем, да. И сама площадка делалась там, ну, где-то 11 рабочих дней. Ну, там три недели, потому что погода была. То есть, так же и так этот парк сейчас, на данном этапе идет до Нового года. До конца года надо провести размежевание участка. С целью? С целью, чтобы там же ее образовательное учреждение, на территории которого ничего нельзя делать, то есть, по-моему, территория школы, отмежевать, чтобы вывезти ее в другую собственность. В области это останется или в городе. В другое назначение, в смысле? Да, в другое назначение. Тогда можно будет реализовывать... Но не жилищное строительство. Нет, нет, нет. Она остается в зоне Р-2. То есть, могу совершенно, там, отчетливо завидеть, что ни одному парку в городе Кирове в ближайшее время не угрожает ничего. Никакому скверу, все, что приведено в зону Р-2, сейчас не имеет, ну, никто не имеет права его сменить в зону предназначения. Они могут сменить часть участка, но тогда надо пристроить эту зеленую зону. То есть, по площади она уменьшиться нельзя. Это все защищено федеральным законом, и на местном уровне это никак не перейти. Поэтому сейчас все парки и скверы в Кирове вне опасности. Вот. Сейчас проходит бюрократическая вещь. То есть, там сейчас письма о собственности решают, да, участка, о границах этого участка и все прочее. Но сама концепция утверждена, создана рабочая группа, и как это все бумажные вопросы будут решены, будут заходиться в федеральные программы какие-то государственные частные партнерства, и он будет в итоге реализован. А на этот год работы до конца этого года что-то еще запланировано? Какие-то элементы будут? Мы воюем с клумбами, потихонечку, есть мысли сделать качели. Что делаем? Воюем с клумбами? Ну, у нас там очень тяжело дается один проект наверху. Поэтому назвал бы и сказал бы, и качели планируем сделать. Сейчас нам город выделил там немного асфальта. Приведем в порядок дорожки, тропинки существующие. Но пока все заключается в том, что как бы приводим в порядок бумаги. Понятно. И, Анатолий, одна минута для того, чтобы емко, сочно пожурить, пожурить ответственных лиц за состояние парка имени Кирова. Вот мне очень обидно. Прям очень. Как человеку, живущему рядом с ним, и как рассматривающему его в качестве основного места прогулки. Ну, прям очень обидно. Парком Кирова руководит человек с 90-го года. Он не менялся. Арендатор? Не арендатор, а вот там ОООшка какая-то создана. Парк культуры. Да. По-моему, называется. Человек руководит с ним с 90-го года. Он еще заседал в Горсовете. Четыре года назад было уголовное дело, где по материалам, из которого исходило, что он требовал 40 тысяч за подключение. Или коммерческий подпуск. Чтобы им давали владельцы аттракционов каждого по 40 тысяч, ну, кто обратился. Иначе он от личного электричества. Но в итоге он признал свою вину, дело закрыли. И он до сих пор работает там же. То есть мы понимаем, как выстроены отношения его с арендаторами. И непонятно, куда уходят деньги с этого парка. И мы все видим в каком-то состоянии. Там нет ни одного хорошего тротуара. Там музыка из тех углов. Это уже не парк, это торговый центр с обосранными утками дороги, которые никто не моет ни чеси. Со сползающими берегами. Сгнившие пруды. То есть это все то, что не должно быть в центральном парке города Кирова. Но это все к руководству. Я не понимаю, почему человек до сих пор там сидит. То есть в первую очередь ты ставишь вопрос про руководство. Собственно, этой огромной территории в самом центре нашего города, которая могла бы превратиться в репутацию. Хорошо, на этом завершаем нашу беседу. Времени у нас больше нет. К сожалению, Анатолий Курбатов, координатор сообщества Красивый Киров. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До свидания.